Соблюдение правил и инструкций по технике безопасности при выполнении работ на железнодорожных путях – гарантия вашей жизни и безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В мае этого года она взяла на воспитание двоих детей 8 и 2 лет. Галимова впервые начала работать в условиях повышенной опасности, но за опытным наставником ее не закрепили. После проверки порядка закрепления сигналист идет на пост номер 3. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Работа на станции продолжается. На сортировочной горке происходит распуск состава. Субтитры создавал DimaTorzok Вот еще прибыл состав, который надо закрепить. Субтитры создавал DimaTorzok Ольгу заботит вопрос, как там дома бабушка справляется с младшими детьми. Субтитры создавал DimaTorzok При выполнении своей работы сигналист должен следовать по утвержденному и оборудованному маршруту безопасного прохода. Сигналист, нарушая маршрут безопасного прохода, идет закреплять состав. Диспетчерская поста централизации находится на третьем этаже, откуда маневровому диспетчеру видны нарушения, которые допускает сигналист. Увидев нарушение маршрута безопасного прохода, он не принял никаких мер. Работа станции идет своим чередом. Выполняя работу, Ольга все думала о домашних. Младший сын утром капризничал. Не заболел? Динамик громкоговорящей парковой связи на посту не установлен. И сигналист не слышит оповещение дежурной о приеме поезда на девятый путь. Дневная смена выдалась напряженной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сигналист третьего поста, с седьмого пути со стороны Ермака снимаете один тормозной башмак. Понятно, начали об этом секторе на Евгене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не сказала, что я переседу, я сейчас работаю, я не могу. Тормозной путь поезд составил 91 метр. Галимову, Ольгу Владимировну и штата станции исключить в связи со смертью. Трагедии могло не быть. Если бы руководители станции неформально относились к обучению и стажировке своих малоопытных работников. Если бы руководители и специалисты станции постоянно выполняли свои обязанности и контролировали соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. Если бы начальником станции были приняты все возможные технические меры, предотвращающие опасный выход работников на железнодорожный путь. Если бы на посту был установлен динамик парковой связи громкоговорящего оповещения. Если бы на посту был установлен барьер, предотвращающий внезапный выход на железнодорожный путь. Продолжение следует...